Яна Поль Зверь в отражении Книга третья. Свободный В одном мгновении видеть вечность, огромный мир в зерне песка, в единой горсти, бесконечность и небо в чашечке цветка. Уильям Блейк Глава первая. Зуб дракона. Февраль, 2011 год. Тибет, провинция Ценхай, Синин. Гаррет МакКивер Солнце скрылось. Очертания леса медленно таяли в густой сумеречной темноте. Лишь изредка завывал вдали шакал, и лишь шумом срывалась с места потревоженная птица. В долине, спрятанной среди седовласых скал, было непросто отыскать одинокий дом. Он давно покосился от холодных дождей и ветров. Крыша местами обвалилась, ставни наглухо заколочены досками. Краска на них расползлась трещинами, поднялась коркой. Здесь не чувствовалось присутствия магии. Даже защитные заклятия не касались ни зеленого забора, чтобы предупредить о незваных гостях, ни ветхого жилья, дабы скрыть его от посторонних глаз. Старый сукин сын хорошо спрятался. Голос Фенрера в моей голове казался чем-то обыденным. Я почти не обращал на него внимания. Выцветшую прошлогоднюю траву сковывал иней. Он хрустел под ногами. Ветер нес с гор ледяной разреженный воздух. Я вдруг осознал, что мне здесь нравится или не мне. С каждым разом все труднее становилось различать, где начинались его желания и заканчивались мои. Я цеплялся за мысли, старался разобраться в ощущениях. Фенреру пришелся по душе дикий бескрайний Тибет. С тех пор, как мы вышли из поселения, он упивался здешними видами и больше молчал. Кто бы мог подумать, что вынужденное путешествие усмирит звериный нрав первого из проклятых. Я поддался его чувствам и тоже любовался природой края, где, как ни странно, мне еще не доводилось бывать. Я повидал многое. В каждом из уголков земного шара было что-то, что надолго оставалось в памяти. Своеобразный сувенир, подарок из прошлого, надежно спрятанный с другими воспоминаниями. Как каждое утро подзвонки голос моет Зина, просыпается Касабланка или, как пахнет Англия, терпким привкусом чая в пять часов вечера. Россия отныне напоминала о смерти, горьких слезах, пролитой крови и о самой большой потере в моей жизни после Амелии. Похоже, что хозяев нет дома. Марили остановилась рядом со мной, осторожно взяла за руку. Меня будто током прошила, а она все прекрасно поняла. Опустила взгляд, отошла и спрятала озябшие пальцы в карманы куртки. Мне отчаянно хотелось обнять ее и целовать до иступления, с жадностью выдыхая запах кожи и волос. Только я не мог позволить себе подобного. С остервенением толкнул деревянную калитку, и ржавые петли истошно заскрипели. «У нас есть время», — я кивнул в сторону дома. «Подождем». Обстановка внутри оказалась не лучше. Небольшой деревянный стол с грязной посудой, шаткий стул в углу, кровать застелена шерстяным клетчатым одеялом. Над полуразрушенным камином висели пучки трав. Пахло сыростью и холодом, но я ощущал недавнее присутствие хозяина. Мария осмотрелась, опустилась на стул и подняла на меня обеспокоенный взгляд. «Я волнуюсь за Мариуса. Не стоило оставлять его одного». Я поморщился. В последнее время Моргот доставлял одни неприятности. Он выходил из себя по любому поводу, едва не отправил на тот свет младшего Колхеда, когда пытался узнать у него, где скрывается Миар. Молодой заклинатель клялся богами всех религий, что отец отправился в Тибет. К холесе, едва собравший по крупицам свои силы, удалось поймать слабый след его магии. Я не хотел брать Мариуса с собой, но спорить с неуравновешенным магом не стал. К тому же нас должен был кто-то перенести. Так мы оказались в Синине. Дальше искать Миара Колхеда нам предстояло самим. Мы оставили Моргота в доме, за который щедро заплатили хозяевам, прикинувшись туристами, и пошли по следу. Без помощи Фенрера я бы никогда не нашел это место. Он умел пользоваться инстинктами монстра, не обращаясь. Чуял даже самую слабую нить магии. Я чувствовал себя ищейкой, напавшей на след. Ты запер в себе зверя, вместо того, чтобы разделить с ним силу, не уставал попрекать Фенрер. Мы оба осознали свою истинную натуру, чудовище, созданное для того, чтобы уничтожать все на своем пути. Только вот это осознание не избавило Фенрера от становления онем. Я же сам вынес себе приговор. Так служение себе обернулось служением заклинателем. Но стоило ли теперь винить его за прошлое? Важно не то, что было. Прошлое теперь не более чем безликий фантом, обреченный на вечное забвение. Важен исход. Если когда-то он действительно был бичом, опустошавшим все на многие мили вокруг, то сейчас усилие воли, сделанное над самим собой, гораздо ценнее деяний минувшего. Осуждать следует только тех, кто не видит разрушительной силы своей природы. Например, Демиурга. Я сжал кулаки, глубоко вдохнул и услышал возню за дверью. Хозяин дома переступил порог, держа в руках вязанку Хвороста. Гостей он заметил не сразу. Повернулся и замер, слегка покачнувшись. Я не сводил с заклинателя взгляда. Сейчас он мало походил на интеллигентного главу Ковина, скорее на бродягу. В широком вязаном свитере, простых брюках с заплатками, стоптанных ботинках и беспривычных очков. Миар со вздохом опустил свою ношу и схватился за поясницу. Я ждал, что рано или поздно Оракул выдаст вам мое укрытие. Я дернулся, словно от удара хлыста, и процедил сквозь зубы. Многоликая мертва. Старик посмотрел на меня, как на умалишенного. Я остался невозмутим. Он выдохнул и сник, когда понял, что сказанная правда. Невосполнимая потеря для нашего мира. Как это произошло? Ее убил Демиург, поспешно ответила Мари, обеспокоенно взглянув на меня. После случившегося мы не говорили об этом. Смерть Елены слишком сильно ударила по мне. Еще тяжелее переживал Моргат. Я слышал о нем, кивнул Миар и прошел к столу. Потому и сбежали в тайгу, холодно усмехнулся я. Я стар Гаррет. Мак зажег оплывшую свечу и принялся убирать тарелки. Мне осталось не так много, и я бы не хотел прожить отпущенный мне срок в покое и тишине, сохранив честь. Но, как бы там ни было, я надеюсь, ее смерть не была напрасной. Она спасла мне жизнь. Она выбрала тебя. Повернувшись, печально улыбнулся Миар. Сдвинув брови, заклинатель долго буравил меня взглядом. От столь пристального внимания я почувствовал себя лягушкой, которую вот-вот препарируют. Слухи не лгут. Ты действительно одержим. Какой прозорливый. Я мысленно попросил Фенри разоткнуться и непроизвольно отступил, когда маг подошел ближе. Его магия ожила, ворвалась в полумрак холодным серебряным светом. Нити вспыхнули вокруг меня, образовав сияющий кокон. Поначалу они переливались яркими звездами, но вдруг стали стремительно чернеть. Послышалось шипение, будто кто-то налил воды в кипящее масло. Что это? Удивленно выдохнула Морели, встав за спиной Колхида. — Ничего хорошего, дитя! — маг покачал головой. — Чем дольше гарет и тот, другой будут бороться, тем хуже. Они оба пострадают, и тогда зверя никто больше не сдержит. Я откашлялся и добавил. — Останется только монстр. Чёрные нити полыхнули, и причудливая магическая паутина потухла. Меар кивнул. Время есть, но его не так много. Я прислушался, ожидая услышать от Фенрера очередную колкость в свой адрес. Ничего. Он всё чаще пропадал, но я по-прежнему не мог чувствовать себя наедине с собой. Не мог обнять и поцеловать любимую женщину. От этого внутри закипала ярость. Мне хотелось как можно сильнее ударить по нему, вышвырнуть вон. Но я понимал, что пострадаю сам. Об этом и говорил Меар. Мы умрём, а зверь вырвется на свободу. — Вы можете помочь? — с надеждой спросила Мари. — Твоя магия необычна. Вероятно, есть шанс. Но тут нужны определённые знания, которыми я не располагаю. Зато эти знания есть у Кхалесы. Она обещала сделать всё, что в её силах, как только мы поможем ей помешать планам древнего и вновь запереть его в чистилище. Потому мы и здесь. — Меар, мы пришли, чтобы закончить мне не удалось. Дверь с треском распахнулась, заставив нас обернуться. — Думали, я пропущу всё самое интересное? — осматриваясь с порога, заявил Моргат. — Ты что, шёл за нами? Мари поражённо уставилась на мага. Мариус сунул трость под мышку, достал из кармана пальто флягу, игнорируя недовольный взгляд девушки. — Здравствуй, Мариус! — поприветствовал его хозяин дома. Моргат отсалютовал ему флягой и сделал пару глотков. — Неплохая у тебя конура. Точнее, совсем плохая. Почему тайга, Меар? Если бы я подался в бега, то поселился бы на Бермудских островах. Жил бы в бунгало, спал в гамаке, валялся на солнышке, пил коктейли, развлекался с прекрасными островитянками. Может, вырубишь его? Он мне на нервы действует. Я надеялся, что маг проснётся только к нашему возвращению. Но вот заклинатель стоял напротив и покачивался, как флюгер на ветру. Он умудрился пройти за нами весь путь налегке. В своей обычной одежде и кожаных дизайнерских туфлях. Правду говорят, что пьяным море по колено. — Я знаю, зачем вы пришли, и мне жаль вас разочаровывать, — вздохнул старик. — Клинок вы не получите. Моргат мгновенно протрезвел, в чёрных глазах вспыхнули платиновые искры. Я едва успел увернуться, когда он взмахнул тростью, направляя силу на старого мага. Колхеда отбросила в угол. Он кулем рухнул на пол. Только не прошло и мгновение, как ещё одна силовая волна подхватила его и вздёрнула вверх, к самому потолку. Меар хрипел, пытался ухватиться за невидимые нити и молотил ногами по воздуху. — Мариус, что ты делаешь? Мари бросилась к заклинателю и повисла у него на руке. Он не замечал её. Его губы искривились в безумной полуулыбке, а плечи подрагивали от беззвучного смеха. Моргат, не отрываясь, смотрел на агонию старика. — Ты отдашь нам, Атаме, или, клянусь тьмой, я убью тебя, а затем вернусь и прикончу твоего трусливого сыночка. — Не вмешивайся, — прозвучало в мыслях, едва я сделал шаг, намереваясь угомонить заклинателя. К нашему общему удивлению я замер, сжимая и разжимая кулаки. Холодный порыв ветра пронёсся по комнате, затушил свечу, поднял столбом пыль с пола. Морели так и не отпустила руку Мариуса. Она только сильнее стиснула его предплечье, и вокруг них вспыхнуло индиговое мерцание. — Отпусти его, Мариус, — тихо попросила она. От разлитой в воздухе силы и её голоса я невольно поёжился. Не знаю, что испытал Моргат, но подчинился он беспрекословно. Старик снова упал на пол и теперь уже задыхался от кашля. Мариус сжал зубы, на щеках заходили желваки. Он вырвался из схватки Мари и с раздражением посмотрел на неё. Смотрю, уроки с кхалесы не прошли даром. Его слова сочились ядом и презрением. Он отступил, запахнул пальто и, толкнув дверь, поспешно вышел на улицу. Мари Ле обхватила себя за плечи, а я, очнувшись, бросился к Миару. Помог ему подняться, усадил на стул, достал из нашего походного рюкзака бутылку с водой. Тот благодарно кивнул, сделал осторожный глоток и поморщился. — Простите его, — неуверенно подала голос Мари. Он просто не в себе и сильно переживает потерю. — Я понимаю, — откашлялся Мак. Дышал он с трудом. — Нам нужен Атоме Миар. Без него мы не уйдём. Я старался сохранять терпение. Времени у нас оставалось не так много, а из-за того, что Мари пришлось использовать магию и того меньше, древний мог следить за ней. — Где он, Миар? — переспросил я. Колхит тяжело вздохнул, прикрыл глаза и кивнул в сторону камина. Я не стал медлить и, разворошив залу, вытащил кинжал. Рукоять из необработанного обсидиана неприятно жгла ладонь. Изогнутое лезвие казалось чёрным. Зуб дракона — наследие моего клана. Не знаю, что вы станете с ним делать, — заклинатель сокрушённо покачал головой. — Забирайте и уходите. Я молча передал Морелин охотку, и она, прижав её к груди, с благодарностью посмотрела на мага. — Спасибо. Старик махнул рукой, даже не взглянув на нас. Я мягко подтолкнул девушку к выходу. — Нам больше нечего было здесь делать. — Гаррит! — неожиданно окликнул Колхит. Я замер на пороге, обернулся. Не позволь нашему миру скатиться в пропасть. Глава вторая. Не король. США. Нью-Йорк. Дождь не прекращался второй день. Он то утихал, то вновь переходил в ливень. Такая погода не способствовала хорошему настроению. Серый пейзаж за окном, промозглый холод и бушующий шторм на море. Нечто подобное творилось и в его душе. Странно, но раньше Лиам никогда не замечал за собой подобной меланхолии. Или дело не в погоде. Все изменилось. Идеальный мир рухнул в пропасть. И все из-за... Он даже не знал, кого в этом винить. Похоже, их просто использовали. А главный кукловод сейчас сидел перед ним. Лиам с детства восхищался Гарретом и Многоликой. Потом узнал о Кхалесе. Но рядом с Демиургом эти трое всего лишь дети в песочнице. От древнего веяло силой, от которой становилось трудно дышать. Он и вправду был не из этого мира. Прямые волосы спускались ниже лопаток. Точеный нос, выразительные скулы, гладкая алебастровая кожа. Глаза зеленые. Но если внимательно присмотреться, они едва подернуты мутной поволокой. Из-за этого его взгляд казался неживым. Отстраненный, пустой, пугающий. Верхние пуговицы светлой рубашки расстегнуты. Левая рука затянута в белую перчатку. После противостояния в поместье Стриксов, его раны не успели исцелиться. А силы восстанавливались очень медленно. «Мы похожи с тобой, Лиам». Древний смотрел сквозь него. «Я тоже пошел против семьи. Хотел подарить своему народу давно утраченное знание, божественную искру. Они отвернулись от меня. Даже отец. Он называл меня отродьем, недостойным». Демиурка прокинул бокал со скотчем и усмехнулся. Отчего у Лиама похолодели ладони. «Знаешь, как его звали?» Мак мотнул головой и выпрямился на стуле. «Аберон Ремалли де Моран. Он и твой предок тоже. Прищурился беловолосый. Старый пес. Надеюсь, он подох в забвении и одиночестве». Раздался хруст стекла. Древний так сильно сжал бокал, что тот треснул. Истинный разжал пальцы. Осколки посыпались на пол. Остатки скотча пропитали белоснежную ткань перчатки. Лиам хотел было спросить его настоящее имя, но вовремя передумал. Незачем злить голодного льва. И без того видно, что воспоминания о прошлом болезненны для него. Что в первую очередь теряет человек, оказавшись на чужбине? Ни родину, ни семью и даже ни положение. Он теряет свое имя. Несколько букв или слогов не столь важно. Прежним оно уже не будет. Люди всегда верили, что в имени сокрыта великая сила. Если народ в унисон назовет своего короля вором и лжецом, то рано или поздно даже самый честный правитель таким и окажется. Он примет свое новое призвание, своеобразное клеймо, позабыв, кем являлся на самом деле. Здесь древнего приняли за Бога. Он не стал отказываться от этого и сделал все, чтобы никто не сумел усомниться в обратном. «Я предлагаю тебе отправиться со мной. Ты — часть моей семьи». Его слова стали неожиданностью. Кажется, Демиург говорил до этого что-то еще, но Лиам все прослушал, погрузившись в свои размышления. Ему до сих пор с трудом верилось, что где-то есть другой мир со своей историей, порядками и устоями, с другими людьми. Или не людьми, гномами, эльфами, кто знает. Рималли подавил усмешку, чем вызвал недоуменный взгляд древнего. «Ты сомневаешься», — спокойно заключил Беловолосый. Лиам не мог понять, злится истинный или нет. На бесстрастном лице застыла непроницаемая маска. Порой он напоминал ему ожившую восковую фигуру из дешевого фильма ужасов. «В этом мире я король, а кем буду там? Моим слугой, коим и являешься сейчас. Ты не король, и никогда им не был». Рималли стиснул под локотники кресла и сжал зубы. Услышать правду из уст того, кто не боялся ее говорить, оказалось неприятно. До этого никто не осмеливался указывать ему на истинное положение вещей вот так, с превосходством и насмешкой. Древний стянул перчатку, поднял руку и пошевелил пальцами. Изъеденная струбьями кисть выглядела лучше, чем пару недель назад. Лиам сам залечивал его раны, но заклятия работали плохо. Истинный использовал слишком много сил в противостоянии с Кхалесой и не сумел защититься от отдачи Атаме. «Они обезглавят тебя, вот увидишь», — продолжал древний, поднявшись из-за стола. «Ковины уже ищут новых сильных лидеров. Время Рималли прошло. От семьи не осталось ничего, и в этом виноват ты». Он ни в чем не виноват и делал то, что было нужно. Невзирая на преграды и козни многоликой, слава тьме, она заплатила сполна. Он же до сих пор жив и пойдет дальше. «Но я тебя не виню», — смягчился беловолосый, — «и даю время все обдумать. А пока...» — слегка прихрамывая, истинный прошел к застекленному шкафу. Достал простую фарфоровую пиалу и тонкий стилет. «Мне нужна твоя кровь. Скоро силы вернутся ко мне, и раз ты здесь, я решил не бегать за Морели по всему миру. Она сама придет к нам». Лиам неуверенно принял из его рук клинок. После того, как Мари пробудила Кхалессу, он больше не мог воздействовать на нее через их связь. Сила дочери росла. Для древнего же такая задача вполне выполнима. «Пара капель, пустяк», — вновь усаживаясь на свое место, отмахнулся Демиург. «Как только заклятие сработает, твоя дочь присоединится к нам, и тогда больше никто не встанет у нас на пути». Она очень упряма, — Ремалли не спешил делиться своей кровью, сжимая стилет в кулаке. «О, я знаю», — широко улыбнулся Беловолосый, — «тем интереснее». Неприятный, скользкий холодок мазнул по спине. Отчего-то захотелось выпить. Лиам постарался убедить себя, что это просто жажда, а не желание унять непонятно откуда взявшуюся дрожь. Он покосился на бутылку с остатками скотча, облизал губы, и вдруг ясно осознал, что должен приложить все усилия для возвращения дочери. Эта мысль загорелась путеводной звездой в сознании. Наверное, даже слишком ярко, навязчиво. И почему он сам не попросил древнего помочь? Глупец! Ремалли зажал острое лезвие в ладони. Странно, но боли почти не ощущалось. «Темно-бордовая жидкость мигом заполнила дно пиалы. Если так можно вернуть Морели, он отдаст хоть всю свою кровь, как из-за возможности стать настоящей семьей». В последний раз она смотрела на него с ненавистью. Вылитая мать, но куда сильнее. «Сложись все иначе, вместе они были бы непобедимы, смогли бы изменить мир. Только вот теперь всему может настать конец. Но вдруг еще не все потеряно. Может, там, в другом мире, они смогут все начать сначала?» «Морели ведь тоже часть твоей семьи». Перетянув ладонь платком, Лиам взглянул на древнего. «Она может отправиться с нами?» «Конечно», — Демиург приподнял уголки губ. «Как только она откроет переход, мы все отправимся домой». «Конечно» «Угу» «Конечно» Продолжение следует...